Мы дебютируем, можно сказать, у нас немножко изменился состав. Наша наставница Анна Басалкина этот этап пропускает. Думаю, она к нам присоединится на следующем этапе в Конаково. Прошлый этап здесь же в Сочи я был на позиции Бакова, и мы как бы друг к другу примерялись. Но изначально задумка была такая, что я в последующих этапах займу место рулевого. Ну и сейчас первый этап, как я уже сказал, дебютируем. У меня отличная команда, я считаю. Молодые ребята, олимпийцы все. Это мой брат Кристиан Чех, Иван Зотов, мой напарник по 49-му, и Виктор Тарасов. Это напарник моего брата Ф470, соответственно. Я считаю, что команда у нас отличная, пусть там приходами мы пока не блещем где-то, но тем не менее ребята молодцы, и я очень доволен работой. И считаю, что с каждой гонкой мы прогрессируем и добавляем. Ну и надеюсь, что в последующих этапах наш прогресс продолжится, и мы будем более достойно выступать. Ну, мы накатываемся на самом деле постепенно. Вот на самом деле я на этой яхте, на G70, хожу второй раз на руле, соответственно. То есть в прошлый этап я выступал, но все-таки позиция рулевого и позиция бакова немножко отличаются. И это, конечно, сильно отличается от наших олимпийских гонок. А так как у нас опыта в других яхтах не олимпийских классов немного, то в какие-то моменты мы все-таки еще технически ошибаемся. И не всегда у нас получается довести до финиша дело до конца. Но с каждой гонкой, с каждым днем мы прибавляем, это ощущается. То есть больше взаимопонимания в команде. Хотя все мы друг друга знаем, но тем не менее работа в экипаже в таком – это как бы дело не одного дня. И постепенно мы прогрессируем. И как сегодня уже подвели такие небольшие итоги по прошедшим гонкам, то да, дни складываются лучше. И мы уже как бы более успешно выдерживаем свою позицию, нежели чем вчера. Ну как бы я доволен на самом деле. Ребята молодцы, отрабатывают, считаю, на 200%. Пусть у нас не все первые приходы, но тем не менее я очень доволен командой и горжусь. На мой взгляд, гонки в лиге помогают нашей олимпийской истории и в наших всех олимпийских проектах. В первую очередь это… Ну гонки здесь, как я уже мог для себя сделать вывод, они такие позиционные, тактические. То есть и все эти моменты, они применимы к яхтам любых классов. Понятно, что немного специфика там другая в наших гонках. Вот и скорости выше, и решение нужно принимать быстрее. Но тем не менее тактика и позиции относительно других яхт, они остаются неизменными. И гонки в лиге, они, конечно, нам помогают улучшать свои тактические решения в гонках футинайнеров и 470, соответственно. Поэтому лига, я считаю, учит нас многому и дает большой опыт. Плюс здесь много именитых их сменов и из матч-рейса, и из гонок флота. Ну то есть очень много известных людей в России и вообще в мире, у которых есть чему поучиться всегда. Так как мы поколение, можно сказать, такое подрастающее, то, естественно, они нас могут многому научить. И гонки это показывают, то есть вот эти наши приходы в конце флота, это как раз-таки вот эти вот горькие уроки. Но тем не менее это бесценный опыт, и я очень рад, что мы его здесь получаем. И как бы это в этом году, по крайней мере, очень хорошо складывается с нашим олимпийской программой. И мы это воспринимаем больше, если можно так сказать, как активный отдых. Потому что это все-таки смена деятельности. Да, мы здесь напрягаемся, но тем не менее другая обстановка, совершенно другое проведение соревнований. И есть возможность отдыхать и как бы гоняться. Но мне как бы вот сейчас, когда войдя во вкус, хочется гоняться больше. То есть не пропускать там по две, по три гонки между своими, а гоняться одну за одной. Потому что, ну как бы аппетит приходит во время еды, и хочется больше времени проводить на воде. Как бы самая ближайшая у нас важная регата, вот в олимпийском фотинайнере, это ерская регата, знаменитая, которая проходит уже много лет. И в этом году мы туда тоже поедем. Затем у нас будет этап Кубка Европы в Медемблике, это Голландия. Далее мы планируем поехать в Марсель, в финал Кубка мира. Затем ежегодная кийская регата, такая традиционная, тоже достаточно известная. После чего в Польше планируется чемпионат Европы в классе фотинайнер. И как бы кульминация сезона, я бы так сказал, это чемпионат мира в Орхусе, где будут разыграны первые восемь олимпийских лицензий в фотинайнере. Ну вот, собственно, у нас как бы вся подготовка нацелена на это. Что касается других проектов, ну да, мы планируем принимать участие в лиге. То есть планируем все-таки приехать в следующий этап Конаково, потом Санкт-Петербург и Владивосток. По крайней мере в планах это стоит, и я надеюсь, что все сложится удачно, и мы будем этим экипажем выступать по ходу всего сезона в парусной лиге.